Здравствуйте! Мы с вами продолжаем курс «Финский язык до полного автоматизма». И сегодня мы закрепляем тот материал, который был в прошлом уроке. То есть, если кому-то что-то непонятно, то возвращайтесь к предыдущему уроку, в нём есть все объяснения. А сегодня мы будем просто переводить русского на финский. Первый вопрос. Что ты знаешь? Что? Это вопрос. Вопрос. Что ты хочешь? Следующий вопрос. Что кажется интересным? Здесь уже что? Это будет подлежащее. Поэтому МИКА. Давайте возьмём сегодня глагол НАЮТА. Давно не было у нас. В принципе, все эти глаголы, они могут переводиться как казаться. И ТУНТУА, и НАЮТА, и ВАЙКУТА. Но сегодня возьмём НАЮТА. Главное помнить, что после этого глагола требуется окончание ЛТА. Поэтому предлагательно интересный. МИЕЛЕН КИНТОЙНЕН. Мы должны написать КИНТОЙ СЕЛТА. МИКА НАЮТТА. МИЕЛЕН КИНТОЙ СЕЛТА. Следующий вопрос. Как много у тебя свободного времени? Я вам задала вопрос с тем порядком слов, какой должен быть в финском вопросе. Как много? Это КУИНКА ПАЛЬЁН. Дальше. У тебя. СЕЛТАЙ ОН. И свободного времени. ВАПА АЙКА. КУИНКА ПАЛЬЁ СЕЛТАЙ ОН. ВАПА АЙКА. Кто думает так? Вопрос. Кто? Это КУКА. ДУМАЕТ. АЯТТЕЛЕ. ИТАК. НИИН. КУКА АЯТТЕЛЕ НИИН. Потеряла букву. АЯТТЕЛЕ. КУКА АЯТТЕЛЕ НИИН. Что интересует тебя больше? Я вам давала в прошлый раз глагол КИННО ШТА. Интересовать. Это меня интересует. СЕКИННО ШТА МИНО. А вам нужно задать вопрос. Что интересует тебя больше? Опять МИКА. Потом КИННО ШТА. С ДВУМЯ Н. КИННО ШТА. КИННО ШТА. ТЕБЯ СИНУА. И БОЛЬШЕ. Это слово ЭНЕММЕН. МИКА КИННО ШТА СИНУА. ЭНЕММЕН. КИННО ШТО ИМ НАВИТСЯ. ГЛАГОЛ НРАВИТСЯ. СРАЗУ ВАМ КАК МАРКЕР. Значит, вопрос МИСТА. МИСТА. ИМ НАВИТСЯ. ХОНЧЕТ ХЕ ПИТАВАТ. МИСТА ХЕ ПИТАВАТ. КАК ЧАСТО ТЫ ХОДИШЬ ТУДА? КАК ЧАСТО? Это вопрос КУИННКО УСЕЙН. Ты ходишь туда. СИННА МЕНЕТ. И ТУДА СИННЕ. КУИННКО УСЕЙН СИННА МЕНЕТ СИННЕ. СКОЛЬКО ДЕНЕГ У ТЕБЯ С СОБОЙ? СКОЛЬКО ДЕНЕГ ДЕНЬГИ СИТАЕТСЯ НЕИСЧИСЛЯЕМЫМ, ПОЭТОМУ КУИННКО ПАЛЬЁН. РАХА. У ТЕБЯ СИНУЛЛА ОН ИС СОБОЙ МУКАНА. МОЖНО СКАЗАТЬ МУКАНА СИ. ПОТОМУ ЧТО У ТЕБЯ С СОБОЙ. КУИННКО ПАЛЬЁН РАХА СИНУЛЛА ОН МУКАНА СИ. КОМУ НУЖНО ЭТО? НУЖНО – это глагол ТАРВИТА. И НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЭТО ВОПРОС КОМУ, НО В ФИНСКОМ ЭТО БУДЕТ КУКА. КУКА ТАРВИТСЕ. И ДАЛЬШЕ ЛИБО СЕН, ЛИБО, МОЖЕТ БЫТ, СИТА. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНТЕКСТА. ТОС ПАРСТИЦИВ ВИЛЯ АКУЗАТИВ. ЕСЛЕ ЧТО ТА КОНКРЕТНОЕ, НАМ НУЖЕН, НАПРИМЕЛ, КАЕТА КНИГА, ТО ЭТО ТОЧНО СЕН. КУКА ТАРВИТСЕ СЕН? ИЛИ КУКА ТАРВИТСЕ СИТА? ПОВТАЛЯЕ. ПОВТАЛЯЕ. ПОВТАЛЯ. 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 Какие каналы ты смотришь? Какие каналы, конкретные каналы, значит МИТА и каналы КАНАВИЯ, это партия, потому что я начала, какие каналы ты СИНА смотришь КАТСОТ, МИТА КАНАВИЯ, как часто ты ходишь в спортзал, как часто это КУИНКА, УШЕЙН, ты ходишь в спортзал, СИНА, КЯЮТ, и спортзал КУНТО САЛИЛЛА. Мы обычно с каким-то регулярным действием используем глагол КЯЮТ, ходить, посещать что-то, и спортивный зал изменяется по внешним падежам, поэтому ЛА. Далее, какой канал тебе нравится больше? Глагол НРАВИЯТСЯ ПИТА, сразу ориентируемся, что нужно окончание СТА. МИСТА КАНАВАСТА, тебе нравится, то есть СИНА ПИДАТ, и больше ЭНЕММАН, МИСТА КАНАВАСТА, СИНА ПИДАТ ЭНЕММАН. КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ? ЭТО ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ СЛОВА КЕТА. ПАРТИТИВ ОТ ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ СЛОВ А КУКА. ЭТО КЕТА. КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ? СИНА РАГОСТАТ. КЕТА СИНА РАГОСТАТ. КТО ГОВОРИТ ЭТО? КТО? КУКА. ГОВОРИТЬ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗИВЫЕТ ГЛАГОЛ САНОА. Поэтому kukasano – это sen. Опять же, от контекста может быть и сито, но будем считать, что sen. Kukasano – sen. Дальше. Что помогает тебе? Специально сделала паузу, чтобы вы подумали сами. Что здесь будет? Mika. Mika – аута. Sinoa. Что помогает тебе? Здесь. Что – это подлежащее. Что кажется странным? Такой же вопрос. Mika. Дальше. Кажется. Давайте теперь возьмём, например, tun-tu. И странным. Oudolta. Mika, tun-tu, oudolta. Кто видит это? Кто? Kuka. Kuka. Видит. Na kee. И это sen. Видим мы обычно что-то целиком, поэтому sen. Kuka. Na kee sen. Какие книги ты читаешь? Какие книги? Какие книги? Мита. Мита. Кирио. Ты читаешь? Ты читаешь? Синя. Лует. Mitä kirjoja sinä luet? Кто знает это? Кто? 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 Кто знает. Титает. И это. Синя. Кука. Титает. Синя. 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 Митя канавиа sinä katsот? Куинка usein sinä käyt kuntosalilla? Митя канавиа sinä pidят enemmän? Кетя sinä rakastat? Кука sanoo sen? Митя auttaa sinуа? Митя тунтуу oudолта? Кука näkee sen? Митя kirjoja sinä luet? Кука tietää sen? Поза сайм. Какие видео ты смотришь? Это будет снова mita. И video videoita. Ты смотришь? Sinä katsot. Mitä videoita sinä katsot? Кому нравится это? По-фински это звучит кому нравится, но... То есть на русском языке это звучит кому нравится. По-фински это опять kuka. И дальше либо... Pita. Либо... Секунду. Мне нужно найти слэш. Вот. Секунду. Тыкка. Заодно в эту паузу вы могли вспомнить сами. Либо kuka pita, либо kuka tuka. И теперь это будет... Сида. Кука питая сида? Кука тупкая сида? Кто помогает тебе? Кука autтая сида? Кто помогает тебе? Кука autтая? Две теканешнис здесь. Кука autтая сида? Кому ты помогаешь? Кето. Сина. Autт. Смотрите, здесь уже кому... С маленькой буквой получилось. Кому, так как глагол autтая, партитивный, то вопрос... Кето и в глаголе помогатель на тэ, потому что сильно аутат. Кука autтая сида? Кто тебе помогает? Кето сильно аутат? Кому ты помогаешь? Дальше. Какие финские книги ты читаешь? Какие? Митта. И финские книги это... Суомалайся. Кирьёйя. Какая идея тебе нравится больше? Какая идея? Раз глагол нравится, значит сразу... Миста или аста. Дальше тебе нравится. Сина. Пидат. И больше. Энемман. Миста или аста. Синопидат. Энемман. Какая идея тебе нравится больше? Какая еда тебе больше нравится? Миста. Руаста. Надеюсь, теперь никто не ошибся. Тебе нравится больше? Сина. Пидат. Энемман. Миста. Руаста. Сина. Пидат. Энемман. Ну и давайте не забудем, какая... Какой питьё или какой напиток тебе нравится? Это слово юома. Миста. Юомаста. Сина. Пидат. Энемман. Миста. Юомаста. Сина. Пидат. Энемман. Теперь давайте спросим, как много ошибок ты видишь? Как много? Это будет Куинка. Это маленькая буква. Зато у вас есть время подумать. Монта. Потому что ошибки мы можем посчитать. Одна ошибка, две ошибки, три ошибки. Куинка монта. Виргетта. Сина. Найт. Почему здесь? Виргетта. Единственное число. Потому что со словом монта используется партия в единственного числа. Куинка монта. Виргетта. Сина. Найт. И, наконец, сколько это стоит? Куинка. Пальон. Семакса. Куинка. Пальон. Семакса. Конечно, можно спрашивать другими способами. Вчера в комментариях я прочитала Пальон. Семакса. Абсолютно верный вопрос. Сколько это стоит? Спрашивают. Пальон. Семакса. Но ведь этот вопрос задан с помощью вопросительной частицы КО. А сейчас мы отрабатываем специальный вопрос с помощью вопросительных слов и пар слов, например, таких как Куинка Пальон. И так тоже можно спросить. Куинка Пальон. Семакса. Повторяем. Семакса. Mitä видеоitä sinä katsot? Кука pitää tykkää siitä? Кuka auttaa sinua? Кетя sinä autat? Mitä suomалaisia kirjoja sinä luet? Mistä ideasta sinä pidät enemmän? Mistä ruуasta sinä pidät enemmän? Mistä juomasta sinä pidät enemmän? Mistä juomasta sinä pidät enemmän? Mistä juomasta sinä pidät enemmän? На этом наш урок закончен. Напоминаю, что это практический курс, в котором мы доводим всё, что мы знаем, до полного автоматизма. А если вы хотите заниматься по учебнику, последовательно, методично, с помощью преподавателя, то я вас приглашаю пройти свои марафоны. Мы уже разобрали в марафонах первый и второй учебник Song and Mastery. В сентябре начнётся марафон по третьему учебнику Song and Mastery. Не волнуйтесь, все, кто хочет на него попасть, все попадут. Без обратной связи так уж точно. И также у нас, скорее всего, начнётся новый цикл. Мы снова начнём сначала. То есть будет марафон по новому изданию первого учебника Song and Mastery. И когда начнётся запись, я буду объявлять также в этом своём видео. Повешу пост ВКонтакте, повешу пост в Инстаграм. Поэтому не бойтесь, вы ничего не пропустите, если вы хотите попасть на эти марафоны. Также напоминаю, что у меня есть курсы. Авторский курс «Тысяча шагов в прошлое» по всем прошедшим временам финского языка. Большой курс, который состоит из 40 уроков. В каждом уроке мы разбираем простую маленькую тему. За счёт того, что уроков много, и к каждому уроку снято видео. К концу этого курса вы уже в прошедших временах финского, как рыба в воде. И сейчас, летом, на все мои курсы действуют скидки. Вы можете пройти по ссылке в описании под этим видео, либо в верхнем закреплённом комментарии под этим видео, и посмотреть все описания курсов, все цены. Кроме этого, у меня есть курс по типам слов, и также есть небольшой мини-курс по двум падежам и силу, и транслативу. На них сейчас тоже действуют скидки до конца лета, до 31 августа. А я с вами прощаюсь. Мой-мой, минусе-тюста-вет.